Ну вот, наша замечательная покрышка уже вам известная, и сверху можно отрабатывать великолепно просто добивающие удары приклада. Дальше удары приклада можно наносить вот так, можно бить цевьем, вообще великолепно. Только захотел враг поднять выпавшую было из рук винтовку, поперек его рук, сразу же наносим вот такой вот удар, и ломаем сверху, потом бьем прикладом, или вот так прикладом, или отсюда, вот, и закалываем его. Как вам драматургия? Мне кажется, отлично вообще. Если вы таким образом обучитесь делать это на месте, а потом можно это делать в движении. То есть, да, вот если бы я сейчас был в какой-нибудь припудренной русской стилябе, я бы выдумал сразу отличное какое-то продажное название для этого упражнения. Репку сажать. Да, ну отлично же. И ты вроде как патентованный идиот. И упражнение сразу приобретает определенную аутентичность в связи с этим. То есть сажать репку будем вот таким вот образом, да? А это репку копать. Вот смотрите, как было, да? Уже. Штыком уже, да? Вот таким вот образом. Ну и соответственно, да, репку сажаем и репку копаем. Прекрасно же. Вот такое хинею нормально бы продавалось, бы все зашло прямо на ура. Вот еще ведуху какую-нибудь, накладную бороду, домунов желательно. Ну, чтобы серьезнее выглядеть, как настоящий специалист в области, так сказать, псевдо-русской идиотии. Потому что русские люди никогда такими дегенераторами не будут. Не оскорбляйте, пожалуйста, моих предков. Меня это лично раздражает.